Сначала я вам расскажу немножко о себе и то, чем я занимаюсь. Потом я расскажу вам немножко про технологические тренды. Сразу могу вам сказать, что это очень узкая точка зрения. То есть я вам могу рассказать про технологические тренды вот так, а могу рассказать вот так. Расскажу я вам сегодня вот так, потому что мало времени. И обычно такие лекции занимают час двадцать. Сейчас у меня есть только полчаса, так что будет таким образом. Это раз. Во-вторых, будьте готовы к тому, что, вероятно, ничего нового вы на самом деле не узнаете. Единственная, может быть, ценность от того, что я вам расскажу, это системное изложение всей этой информации. И вот в этом тоже есть очень много ценностей. Поверьте, иногда даже в системности ценности больше, нежели чем в той информации, которая так излагается. Что еще можно сказать? Ну, помимо Сибирского центра дизайна, у меня есть еще свое изобретательское бюро изобрело. Про него я тоже вам немножко расскажу. Ну и, в общем, постараюсь на своих проектах вам немножко рассказать про то, что такое дизайн будущего. В общем, что касается изобрело, то сейчас мы занимаемся вот такими вещами. Мы делаем такие световые инсталляции, ну, якобы. Вот. Делаем мы их в основном, а тут видно, делаем мы их в основном для зарубежных всяких разных организаций. То есть все, что касается сделать что-нибудь физическое, потрогать это физическое, это все не в Россию. То есть в октябре мы сделали для Искельстуна. Это маленький городок Швеции, в котором появилась Вольво давным-давно. Мы для их городской администрации, для их фестиваля света сделали вот эту огроменную рыбину, которую я вам показывал только что. А для Бостона и для их фонда Luminarz мы сделали сердечко, которое реагирует на обнимашки. Я тоже вам покажу. Все остальное, то, что здесь, это российские как раз-таки компании. И чаще всего это просто бла-бла-бла. Илья, прочитайте нам лекцию, проведите воркшоп и так далее. Не знаю, с чем это связано, но статистика вот такая. И пока она, кажется, не особо собирается измениться. Если говорить про изобрело, то тут есть ряд факторов. Во-первых, это полностью виртуальное бюро. То есть у нас нет офиса. Сейчас есть парт-тайм мастерская, потому что как только мы начали делать большие штуки, их надо где-то собирать, тестить и вообще все это производить. Но в целом я не очень стремлюсь к какому-то конкретному месту. Я не очень стремлюсь к тому, чтобы сажать людей в офис. Вообще мне это все не очень нравится. И разработчик наш сидит в Нью-Йорке, и отлично. И, в общем, пускай все сидят, где хотят сидеть. И никаких офисов нам не надо. Но, несмотря на эту виртуальность, у нас есть какой-то портал в реальный мир, с помощью которого можно сказать, что да, изобрело существует. Это как раз-таки те объекты, которые мы производим, и то, над чем мы вообще работаем. Если говорить в общем, то изобрело — это такая штука, которая работает на пересечении технологий, дизайна и искусства. Вот где-то посередке. Причем, если обычно используются технологии и искусства для того, чтобы делать дизайн, как мы привыкли, у нас перевернутая модель, мы используем дизайн и технологии, чтобы делать искусство. Такая вот очень странная история. И еще важно заметить, что это сейчас. Вот сейчас это так. Через год, скорее всего, это будет вообще по-другому, потому что есть подвижки в продуктовом дизайне. Вот эта рыба — это огромный тунец шестиметровый. Такой вот, то есть если здесь нет меня, но вообще есть фотка, где я вот тут стою, такой маленький. Вот. Сейчас я вам еще там покажу немножко, что у нас тут еще есть. Да, вот найдите здесь меня, называется фотка. Вот. Вот он есть здесь. Вот. То есть это такая вот история. Сейчас я вам расскажу, в чем прикол. Так, ладно, поедем дальше. Вот есть видео. Это как раз-таки вот это из Кильстуна. В ней на дереве у нас висел этот тунец. Это был фестиваль света. Там, знаете, фестиваль света — это такая штука. Люди просто ходят, жители города, и смотрят. А это все висит вечером, там, с 6 вечера до 11 вечера, и там мигает. Ну, в общем, так это работает. Вот. А пока что это самый большой наш объект, который нам удалось сделать. И мы, честно говоря, пока его делали, мы немножко так, знаете, не успели испугаться. Мы потом начали думать, что ого, какая большая штука. Вот. В Бостоне мы сделали вот такое сердечко, которое реагировало на обнимашки. Здесь можете потренировать себя, потому что два видео одновременно. Слева видно, как оно работает. То есть, типа, если один человек, то только половинка загорается. Если два человека больше или там все обнимаются, то оно целиком загорается. А вот здесь молодой человек делает предложение своей девушке под нашей инсталляцией во второй день фестиваля. Вот. Если вы думаете, что мы делаем световые инсталляции, то на самом деле это неправда, потому что световые инсталляции — это просто одно из применений нашей технологии. Что за технология? Мы придумали и написали технологию. Это даже я бы не сказал, прям знаете, технологию. Технология — это просто скрипт, который генерирует соединители для труб. То есть, если вам нужно какую-то сложную форму из труб сделать, у вас есть два варианта. Первый вариант — это вручную рассчитать все эти соединители и все вот эти сопряжения, углы, вот это все. А второй вариант — использовать нашу технологию, потому что она работает очень просто. Берем какую-то картинку, либо 3D-модель, загружаем в алгоритм, и он сам это все пересчитывает и выдает набор этих соединителей. Дальше эти соединители печатаются на 3D-принтере, и вуаля, у нас готова инсталляция. С трубами все немножко сложнее, потому что если мы говорим про светодиодные трубы, то их не только нужно порезать сначала, но потом нужно еще засунуть туда светодиодную ленту, распаять это все и, в общем, сделать множество действий. Это немножко сложнее, чем просто напечатать на 3D-принтере. Но если говорить про обычные металлические трубы, то это, в общем-то, тоже более-менее рабочая схема. Это очень и очень, как мне кажется, будет востребованная штука, потому что один из самых таких важных трендов, в том числе технологических, это как раз-таки история про то, что у нас будет время масса… Mass customization это называется на английском, на русском это массовое индивидуальное производство. То есть если сейчас мы все с вами ходим в одинаковых кроссовках, и у нас есть некоторые вариации этих кроссовок, то через какое-то время мы все с вами должны начать будем ходить, что я только что сейчас сказал, в разных кроссовках, ровно тех, которые мы хотим. Это должно произойти с обувью, с мебелью, со всем. И это все должно каким-то образом технологически быть подготовлено. Плюс ко всему есть история про автоматизацию. И для меня большая ценность в том числе вот такого подхода к производству инсталляции в том, что вместо того, чтобы держать команду из пяти косячных рабочих, которые будут, не пойми как, это все по-своему делать каждый раз долго и дорого, у меня на самом деле затраты есть на 3D-принтер, и на оператора этого 3D-принтера, который в то время, пока 3D-принтер печатает, спокойненько, в одиночку может эти светодиодные трубки делать. Это существенно снижает кучу самых разных расходов, хотя, опять-таки, это не так быстро, как хотелось бы. То есть вот ивент-рынок в России, он, например, требует того, чтобы типа «Илья, нам послезавтра нужна инсталляция, и мы типа за три дня должны ее сделать». К сожалению, пока 3D-печать не такая быстрая, и увеличением количества 3D-принтеров это не решается, потому что у вас все равно есть какая-то емкость. Ну, в общем, вернемся назад. Первое — это индивидуализация, второе — это автоматизация. Это очень важно и очень маловероятно, что этого не произойдет. Хотя, конечно, гарантировать никто не может. Ладно, кто знает про четвертую промышленную революцию? Поднимите руки. Окей. Значит, перед тем, как я вам расскажу то, что я вам расскажу, я должен вам объяснить про концепцию промышленных революций. Суть здесь такая. Сначала была первая промышленная революция. Она была с середины XVIII века до конца XIX века, то есть до начала XX века. Суть первой промышленной революции была в том, что люди, а точнее англичане, придумали паровую машину. Это был первый, а тут нет картинки тоже. Сейчас я вам покажу. Значит, первая индустриальная революция, она произошла и как бы не драйверами, а лидерами этой индустриальной революции были англичане, что, конечно же, логично, потому что они придумали паровую машину, и это был первый момент, когда люди впервые смогли сделать так, чтобы с помощью машин что-либо производить. Тогда не было электричества, не думайте. И чтобы использовать паровые машины, они делали примерно следующее. Они ставили большую паровую машину, потом от нее по специальному валу раздавали просто крутящие движения, и потом с этого крутящего движения другими валами снимали это движение и передавали его уже вот этими хомутами, такими штуками, уже на конкретные станки, от которых это все приводилось. Никакого электричества, тупо механика. И действующий макет этого я видел только в Швеции, вот в Эстонии, когда мы были. У них там в музее все сохранено. В России я, к сожалению, такого не видел. В чем здесь прикол? Прикол в том, что до этого люди все всегда делали вручную, и то, как это называлось, это были артели. То есть люди просто организовывались по типу действия, ну не действия, по типу деятельности. Например, если они производят там посуду, то вот они собирались все вместе и делали посуду из глины. Если они производили там меха или какую-то одежду, то они собирались и делали меха и одежду. Но они это делали вручную, не было никакого механизированной обработки труда. И это была первая промышленная революция, это первый раз в истории человечества, когда мы увидели, что можно делать заводы, тогда это называлось мануфактуры, и с помощью машин что-то производить. Вторая промышленная революция началась в начале 20 века, как несложно догадаться, и ее суть уже немножко попроще. Она заключается в том, что некто Генри Форд придумал такую простую вещь, как нам сейчас кажется, конвейер. Генри Форд не придумал машину, но он придумал, как быстро с помощью совершенно необразованных рабочих собирать много одинаковых машин. Собственно, это можно считать началом массового производства, про который мы сейчас все с вами знаем. Проблема здесь не в том, что это массовое производство появилось, проблема в том, что когда люди поняли, промышленники, сколько всего они могут производить, им нужно было каким-то образом придумать, как обеспечить спрос на это все. И таким образом появилось то, что мы сейчас с вами называем общество потребления. То есть это не в ответ на наши желания, они стали производить миллионами айфоны, вот это все, что можно. Наоборот, история, причины и следствия полностью перевернуты. Они поняли, как производить много всего, и нужно было создать какую-то концепцию, чтобы люди покупали много всего. Из-за этого у нас сейчас огромные экологические проблемы. То есть вот этот объем всего того мусора пластикового и вообще всего того засилия waste, как это говорится, он здесь именно потому, что мы за последние сто лет это все произвели. Никогда до этого в 19 веке не было таких. То есть пластик придуман в 19 веке, но его не было в таком объеме, мы не производили его в таком объеме, и, собственно говоря, как такового мусора не было. Это всего лишь за последние сто лет. Сто лет. Вот это все произошло, то, что сейчас у нас творится с планетой. В общем, ладно, дальше поехали. Третья промышленная революция — это 70-е годы, это появление интернета и все, что с этим связано. И тут, я думаю, уже объяснять особо не надо. Ну а четвертая промышленная революция — это то, что происходит сейчас, это как раз то, что я вам уже сказал. Это индивидуализация, автоматизация и сети 5G и то, что называют интернетом вещей. Но основное — это два тренда про индивидуализацию и автоматизацию. Ну и еще туда же, конечно же, виртуальная реальность и, в общем, все, что мы сейчас технологического с вами знаем. Зачем вам я это все рассказываю? Первое. На пороге каждой из промышленных революций люди говорили, что они больше никогда не будут работать. Это было и на пороге первой промышленной революции, и второй, и третий. И сейчас они то же самое говорят, но фарль ситуации в том, что у нас сейчас реально начинают появляться безлюдные производства. И их все больше. И даже в том же самом Китае Foxconn уже заменяет свои производства роботами. И у них там уже тысячами, десятками тысяч роботов исчисляются их производства. Так что, кажется, это начинает сбываться. Второе. Эта штука, хоть и ненаглядно, показывает то, с какой скоростью технологии начинают менять друг друга. Это экспоненциальная кривая. То есть, как пример, я могу вам много разных примеров приводить. Я приведу сейчас только один. Это про фотографию. Чтобы придумать фотоаппарат, у людей ушло на это больше тысячи лет. То есть сначала появилась камера обскура. Потом в 1820 году они придумали, как из камеры обскура. А камера обскура — это просто коробка, которая проецирует изображение на матовое стекло. Потом из камеры обскуры в 1820 году они придумали, как фиксировать изображение на этом матовом стекле, а не перерисовывать его. И так появилась фотография. Представьте себе, у них ушло больше тысячи лет, чтобы просто придумать из коробки фотоаппарат, а потом меньше, чем с 1820 года по сегодняшнее время, примерно 200 лет. Меньше, чем за 200 лет полностью умерла пленка, и все превратилось в цифровую фотографию. И вообще сейчас это вот у нас в каждом телефоне. Стремительная просто смена технологических вот этих уровней. И это говорит о том, что это будет продолжаться и дальше, и технологии будут сменять друг друга все быстрее. И, собственно говоря, аддитивное производство — это тоже такой вот небольшой камешек в этот огород, потому что с помощью него мы можем быстрее придумывать и быстрее производить потом то, что мы придумали. Например, General Electric недавно, в прошлом году, заявили, что они напечатали на 3D-принтере авиадвигатель. Обычно, чтобы напечатать авиадвигатель, у них уходило три года. Тут они сделали его за шесть месяцев, он полностью рабочий, вместо более чем 400 деталей в нем всего лишь 80, потому что большая часть напечатана уже в сборе. Они были сами удивлены, так как, в общем-то, они получили рабочий двигатель за полгода. Дальше. Для некоторых вещей, про которые мы с вами разговариваем, еще нет терминов, и мы не знаем даже, как их называть. В целом, все, что новое появляется, это обычное смешение нескольких трендов. То есть вот наши смартфоны — это на самом деле все то же радио, которое просто смешали еще там с фотоаппаратом, еще с чем-то, еще с чем-то, с компьютером, и вот у нас появилось то, что мы называем смартфонами. Все, что мы знали в прошлом, по ходу дела все сложнее использовать. То есть вот эти знания, они стремительно обесцениваются. Это тоже большая проблема. Мы не знаем, как их использовать, они становятся неактуальными. Ну и последнее, очень важное, особенно для России. Не думайте, что везде все будет происходить одинаково. Пример первой промышленной революции показывает, что были англичане самые быстрые, а дальше все остальные страны в своем ритме как-то это все делали, и в случае четвертой промышленной революции будет то же самое. Причем, ну представьте себе, я недавно из Таиланда приехал, ну какая там технологическая революция? Там у них будет какой-нибудь, не знаю, пляж эдишен технологической революции с уклоном в отдых, туризм и что-то такое. У нас в России вообще, не знаю, консерватизм эдишен какой-нибудь будет. Ну и в общем, в каждой стране это будет происходить по-своему. И сложно вообще сказать, что будет приниматься, что будет отторгаться, хотя сами посудите, смартфоны сейчас есть везде, в Африке они тоже есть, и в Африке выросло огромное поколение, это население целого континента, которое никогда до этого не видело компьютеры, потому что это было очень дорого, поэтому интернет они знают только через мобильные телефоны, потому что это первое, что у них появилось, с помощью чего они смогли выйти в интернет. Это небольшая, на самом деле, большая табличка того, что я вам сейчас продемонстрировал. Это вот типа тренды четвертой промышленной революции. Я опять-таки не буду долго задерживаться, я вам расскажу, например, про медтех. Вот вы видите, да, что как бы слева направо смотрите, что есть явление медицинских технологий. В принципе, очень понятно, что там будет происходить, врачи будут не нужны, нас будет само все как-то сканировать, нейросети будут решать, что с нами происходит, умные шприцы в нас будут все это втыкать, ну и в общем оно как-то лечиться так мы будем. Здесь есть пробелы, потому что совершенно неизвестно, как это будет называться. То есть явление есть, а как оно будет называться, мы не знаем. Ну пока еще не появился Uber для медицины. Так что вот. Почему, кстати, медицины такой нет, я тоже могу объяснить, но чуть позже. Что я вам сегодня хочу объяснить? Я хочу вам рассказать очень узкую историю про то, что у нас с вами сейчас оцифровано все. Представьте себе, что вот в этом смартфоне у нас есть калькулятор, который был раньше отдельным устройством. Ну сейчас еще пока есть, но тем не менее. Записная книжка, которая тоже была раньше отдельным устройством. Навигатор, который тоже был раньше отдельным устройством. И можно перечислять до бесконечности. Вопрос в том, что еще не оцифровано, что еще буду дальше продолжать оцифровывать. Не оцифровано у нас физическое пространство. И не просто физическое пространство, а то, как мы с ним будем взаимодействовать. Этот тренд называется Fidgetal. У него есть ипостаси в виде VR, AR и вот этих всех историй. Там ничего сложного. Я думаю, единственное, что очки быстренько отомрут, и будет что-то вместо очков, потому что это неудобно. Но подумайте о том, что по-хорошему мы должны также с помощью смартфона или силой мысли, или я не знаю как, должны управлять физическим пространством. Вот нужно нам, чтобы здесь появились стулья. Не проще ли было бы, чтобы мы нажали кнопочку на смартфоне, и они здесь появились? Или не проще ли, чтобы мы нажали кнопочку, и исчезли столы? Это, в принципе, довольно фантастическая история, но на самом деле нет. Нет, это последний порог того, чего не хватает. Это такое интерактивное пространство. И, собственно, я вам сейчас хочу немножко показать того, на основе каких технологий теоретически это будет сделано. Почему это не сделано, тоже понятно, потому что у нас нет технологий. Еще не забывайте про квантовую физику. Мы до сих пор не знаем, что такое гравитация. То есть мы представляем себе это, но мы еще никогда не видели квантов. Вот пример интерактивного такого, не знаю, окна или чего-то такого. И самое интересное, что если посмотреть работы, я был в Лондоне, там есть Royal College of Arts, это такая одна из самых сильнейших школ по дизайну и вообще по инновационным штукам. И у них был там work in progress по innovative design engineering. Там очень много было таких концептов. А если прийти к автомобильщикам, которые автомобильный дизайн разрабатывают, то там уже супер интерактивные машины. В принципе, если мы с вами подумаем о том, как это сделать по отдельности, то есть экран прозрачный, тачскрин, экран, на котором можно что-то рисовать, есть такое, камеры, есть такое. Но чтобы совместить это все пока в единый концепт, чтобы оно работало именно таким образом, такого, к сожалению, пока еще нет. Но в принципе вы уже можете себе немножко представить, что и как может быть. Вот. А теперь вот это, я думаю, все видели. Это уже супер давняя разработка. Это некая интерактивная поверхность, которая как бы, ну, в общем, да вы сами сейчас все увидите. И ей уже, не знаю, лет 10, может быть, и все уже сто раз это придумывали. Опять-таки понятно, что если мы попробуем создать полноценную комнату вот с таким функционалом, то у нас вокруг этой комнаты еще будет огромное такое вот пространство с кучей вот этих сервоприводов, которые все ей нужно будет обслуживать, и оно будет постоянно ломаться. Да, но как бы все всегда на этапе концептов и прототипов закладывается. Ну, в общем, достаточно легко, да, представить себе применение такой штуки, учитывая, что у них есть видео с фонарем, где фонарь двигается, там есть видео, где он может переворачивать вам смартфон, показывать notification и так далее, и так далее. Следующий концепт такого же типа, совсем недавний. Мне кажется, я заметил его только в прошлом году. Примерно похожая история, но немножко другая реализация. То есть ребята придумали не больше, не меньше. Так, сейчас, секундочку. Ребята, короче, придумали то, как с помощью электричества управлять водой. Не больше, не меньше. Вот они создали такую штуку и, в общем-то, могут передвигать капельками. Им нужно было каким-то образом биологические активы, и для анализов это все в очень точных пропорциях смешивать в какой-то области, и поэтому они вот пришли к этой идее. Но опять-таки, по-моему, несложно понять, как это можно использовать в реальной жизни. Если нам это понадобится, то можно найти много применений для такой технологии. Опять-таки, не стоит думать о том, что все супер радужно. Просто представьте себе стекло в сеточку, чтобы оно вот таким образом работало. То есть проблем будет много, однако, как показывает практика, все, что касается технологических проблем, сейчас решается намного быстрее, нежели чем проблемы этические. То есть все, что касается технологии, очень быстро решается. Все, что касается этики, нет. И нас с вами ждет большой вал этических проблем, прям очень большой вал. Я думаю, что следующий тип дизайна – это будет дизайн этики. Я думаю, тоже вы это видели. Это так называемая акустическая левитация. Да? Опять-таки, с одной стороны, вроде как, ну, балуются мужики и балуются. С другой стороны, это, в принципе, реальный способ того, как можно держать предметы в воздухе, чтобы они левитировали, учитывая то, что у нас с вами, вот как я сказал, все еще до сих пор нет четкого понимания, что такое гравитация, как ее управлять и сколько энергетических затрат на это нужно. Да? Опять-таки, понятно, что они здесь балуются маленькими какими-то небольшими предметами. И представьте себе, что это стоячая волна, и стоячая волна, на самом деле, очень сильно и легко ощущается человеком, и это может быть не очень приятное ощущение, если у вас вся комната будет стоячей волной, но зато там будут левитировать предметы. Однако сам факт в том, что некоторым способом это возможно, он все-таки, ну, как бы выставляет. Еще мне нужен, наверное, допроволец один человек. Кто хочет поучаствовать в эксперименте, выходите сюда. Я тут принес один необычный материал. Вот у вас есть форма, ну и, наверное, стоит развернуться к людям лицом. В общем, ваша задача сейчас пересыпать вот эти штуки вот в эту форму максимально, чтобы они много падали. То есть не утрамбовывать, ничего не делать, просто насыпать их, чтобы они максимально хаотично туда ложились. Пересыпайте. Вот. Ну и намного более реалистичный пример того, о чем я вам говорил. Это вот небольшое такое кастомное пространство. Мебельное. Да, здесь уже, в принципе, даже понятно, как это сделано. Сейчас я вам покажу, наверное. Ну, посмотрите. То есть понятно, да, что люди об этом думают, люди ищут какую-то реализацию. Это вот пример достаточно, ну, как бы относительно простой реализации того, как можно сделать такое вот пространство. Вот за эту адаптивность сейчас вроде как идет борьба. И все, что я вам сказал про индивидуализацию, вот кастомизацию, вот это как раз на самом деле про адаптивность. Типа захотел я вот так, чтобы оно было, и оно под тебя подстроилось. Захотел я, чтобы по-другому было, и оно под тебя подстроилось. Опять-таки у автомобильщиков в Royal College of Arts там можно найти концепты адаптивной машины. То есть машина, которая может превратиться там в Икею или еще там в какой-то там библиотеку или еще во что-то. То есть над этим тоже сейчас люди работают. Уже есть концепты беспилотных машин, которые могут превращаться в… У них может быть разный функционал в зависимости от того, как эта машина используется. Мне еще лист А4 понадобится. Собственно, вот еще пример. Это… А, это у нас Vimeo, так что это не пример. Да не, не важно какой. В общем, еще одна из историй есть. Это так называемые роевые роботы. То есть, в принципе, мы все с вами знаем про роботов, и нам всем больше всего, наверное, в голову приходит, знаете, я тут сказал, как-то роборука. Мне инженер по автоматизации строго такой сказал. Ты знаешь, это вот художники говорят роборука. Это называется промышленный манипулятор. Так вот, нам, когда мы говорим про роботизацию в голову, чаще всего приходят промышленные манипуляторы. Но есть огромный тренд, и у меня есть знакомые в институте экономики знаний в высшей школе экономики, где я раньше работал. Вот они делают исследования. Они делают исследования, у них есть научная методика. Как они это делают? Они исследуют количество патентов. И вот они зарегистрировали рост количества патентов на роевые роботы. А роевой робот – это такая же адаптивная среда, которая может принимать ту форму, которую вам надо. Так, ну мы тут закончили. Не уходите, не уходите. Сейчас самое интересное. Я вам покажу, наверное, вот этот кусок. Это то, что мы с вами сейчас работаем. Короче, задача сейчас будет у вас такая. Я сейчас это переверну. Вам нужно будет очень аккуратно снять эту форму. И тут мы с вами еще узнаем, что такое прототипирование, потому что, в общем-то… Ну, не знаю. Я думаю, сейчас будем еще раз пробовать. Нет, поаплодируем. Самое интересное здесь в том, что эта штука может выдерживать довольно серьезную нагрузку. Я могу на нее надавить сейчас с довольно большим усилием, и она это выдержит. Что это такое? Это материал, который по свойствам, в принципе, как песок, но не песок. То есть у него есть определенная текучесть, но также у него есть как бы некая самозацепляемость. Это не просто рандомные формы деталей. Они специальным образом рассчитаны. Американцы, как вы понимаете, умные ребята, уже очень давно такими вещами занимаются. Это называется алеаторная архитектура. И это история про адаптивность в виде быстровозводимых построек. В чем здесь как бы плюсы? Плюс в том, что когда мы насыпаем это все сюда, вы, в общем-то, свободны. Спасибо. Давайте еще раз. Плюсы в чем? Во-первых, этот человек сейчас построил небольшую такую вот постройку, совершенно не зная, как она должна выглядеть, и у него не было никакого навыка. У него был только один навык просто пересыпать это все туда. Во-вторых, когда я заполняю этот объем, на самом деле здесь заполнено только 18% от всего этого объема. Все остальное – это воздух. Ну и, в общем-то, получается, да, вы понимаете, что нам нужно построить быструю стену. Мы просто привозим два камаза этих частей, ставим какую-то форму, строим туда ее, она у нас есть. Потом нам нужно эту стену убрать. Мы просто это все засыпаем и убираем. Такая многоразовая адаптивная штука. Это, по сути, очень частный случай так называемых быстровозводимых конструкций. Это тоже будет очень востребовано. Все уже устали от вот этого капитального строительства. Давайте долго будем строить, чтобы потом вы ничего с этим не могли сделать. Вот. Это такой вот прям реальный пример того, как это может использоваться. И эти детальки довольно легко произвести. Это лазерная резка. Собственно, кладете лист, считаете размеры в зависимости от толщины материала и вперед. У вас там через час, ну здесь, по-моему, около 3000 вот таких вот Z-деталек. Если кто-то хочет посмотреть, давайте там передавайте по вопросу. А, передавайте там по рядам, можете посмотреть. Это обычный акрил. Причем акрил, он очень хрупкий материал. И это еще вдвойне интереснее, потому что акрил, он легко ломается. Как бы есть поликарбонат, который выглядит так же, он намного более прочный. Но в данном случае вот акрил, который, в общем-то, довольно хорошо себя ведет. И у ребят получалось, там прямо небольшие бетонные блоки ставили, ну килограмм 10, и у них столбики выдерживали эти 10 кг. Потом они даже часть убирали оттуда, и оно все все равно стояло. Так, и, наверное, последняя история. Это про самособирающиеся объекты тоже. Вот я, на самом деле, над этим много ломаю голову. Это история о том, что когда мы с вами что-нибудь производим, даже если это автоматизированное производство, у нас с вами все равно остается некая такая последняя миля в производстве, это сборка. Все, что здесь находится в этом помещении, было собрано людьми. Люди, эти столы, эти стулья, на которых вы сидите, самолеты, на которых мы летаем, машины, но не все, кроме Теслы. Вот этот флипчарт, двери, это все в итоге собирается людьми. И вот ребята занимаются тем, что делают самособирающиеся объекты. Слушайте, основа всего — это цифровые машины. Это машины и станки, которым ты просто загружаешь программу, и он дальше сам всю сложную работу делает. То есть, в общем, прошли те времена, когда нужно было обладать ручным мастерством. Вот. Да, окей. Прошли эти времена. Теперь, в принципе, любой криворук, типа меня, может правильно используя проектирование, 3D-моделирование, и потом станки, типа 3D-принтера или лазерного станка, делать классные сложные штуки, которые будут хорошо выглядеть. Это, в общем-то, то, чем я занимаюсь. Естественно, это не значит, что самородки и творцы, которые умеют что-то круто делать руками, куда-то там исчезнут. Нет, у них будет своя ниша, они будут продолжать это красиво делать, но у вас, как у людей, у которых может быть, нет, может не быть таких навыков, на самом деле сейчас огромное поле возможностей, потому что вы все умеете пользоваться компьютером. А это именно про это, про умение пользоваться компьютером. В общем-то, последнее. К чему это все идет? Ну, про это я вам уже начал рассказывать. Вот это общество потребления должно превратиться в креативное потребление. То есть представьте себе Икею, вы же приходите туда, вы же не покупаете готовый там шкаф. А у вас здесь в Томске нет Икеи, есть в Новосибирске. Но, короче, вы приходите туда, вы выбираете тип столешни, ну, там, тип фасада, который вам нужен, количество полок, размеры. Вы уже начинаете придумывать, но вы придумываете не с нуля, вы придумываете с момента, когда у вас есть какой-то набор. То есть вот вам выдали набор элементов, и вы из этих элементов уже компонуете. Вот это про креативное потребление. Потом, ну, про совместное владение и потребление тоже. Всем уже все это понятно. Car sharing и sharing всего, чего только можно, тоже уже, в принципе, очевидно. Это уже есть, это уже не будущее. Просто потому, что мы неэффективно используем те ресурсы, которые у нас есть. Ну, и вот про это я вам, кажется, уже вот все время прожужжал. Адаптивность, все будет адаптивным. Дизайн и веб-дизайн будет адаптивным. Они уже тестируют то, как могут сами делаться веб-страницы. Причем это будет важно даже в коммерческом случае, когда нам надо сделать АБ-тестирование. И страничка будет сама адаптироваться и как-то меняться в зависимости от того, что там происходит. Ну, и приходя вот в этот физический наш мир, который тоже, по идее, должен стать адаптивным. Вот. Что, давайте в игру поиграем. Можно в поле чудес играть. Быстренько. Давайте. Что здесь написано? Ну, угадывайте слово, что вот здесь. Вот. Вот. Нет, я не знаю буквы А. Ну, я не знаю даже, как… Я забыл, как играть в эту игру. Ладно. Ну, давайте какую… А, блин. Короче. Здесь должен быть, наверное, игральный кубик. Короче, я что-то придумал. Мы это уже как… Давно уже я это делал и забыл. В общем, да, я не знаю, где здесь D. Да. Вот. Давайте я вам открою три случайных буквы. Ну, простите. Теория вероятности в действии. Ну, что, я не знаю. Даже я не знаю. Ладно, давайте я вам через пять минут скажу, что здесь было написано, чтобы как-то не терять интригу. В общем, на этом, ребята, все. Если кто-то хочет, подписывайтесь на меня в ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, еще там, я не знаю где. Если вы вдруг почувствовали какое-то вот это вот чувство, что что-то здесь такое необычное происходит и хотите на стажировку, неважно куда, вы забрело ли ко мне, либо в Сибирский центр дизайна, опять-таки ко мне, то, конечно же, скорее пишите мне, где угодно. Пишите, приходите и давайте с вами придумаем что-нибудь классное и реализуем это и изменим этот мир. На этом, наверное, все. Не ждите, делайте. Спасибо. Спасибо. Все, вопросов нет, да? Давайте, задавайте. Сейчас, микрофонь. А там нужно, там видео, на видео будет не слышно. Вот по поводу того тренажера, что там это было для подтягиваний. А, ну это не тренажер, это вешалка для одежды. Вы ее рассчитываете с условиями физических нагрузок, стрессов и прочего-прочего или это просто только фитинги и соединения? Пока что ни один инженер, с которым я об этом общаюсь и спрашиваю у него, вот, дорогой друг, мы вот делаем вот такую вот штуку, как нам посчитать нагрузки, которые будут в каждом из этих узлов и сколько по максимуму это может выдержать? Никто пока мне посчитать такое не может, и я так понимаю, это довольно сложно считаемые вот эти стержневые конструкции. Это инвентар делает даже. Ну, слушайте, хотите, давайте займемся, я буду очень рад. Но, насколько я знаю, они готовы, могут посчитать один узел, но когда у нас распределенная конструкция, это сложно. Но в данном случае этот конкретный рейл, он рассчитан так, чтобы он выдерживал, как бы, почему я на нем вешу. Потому что большинство рейлов, которые сборно-разборные и которые неплохо выглядят, они обычно очень хрупкие. И это большая боль дизайнеров одежды, потому что у них нету рейла нормального, на котором они могут прям повесить много одежды, и он это все выдержит. Либо такие рейлы бывают, но тогда они неразборные, да, и тогда есть сложности с перевозкой. Либо они бывают и сборно-разборные, и прочные, но они плохо выглядят. То есть вот тут, как бы, вот такое поле, которое я случайно совершенно ухватил, и вот решил с ним там как-то немножко поработать. Просто к дополнению к тому, что вы говорили по поводу будущего и прочего, есть достаточно уже, насколько я помню, применимая технология, когда протезы и различные гипсы делаются с помощью искусственного интеллекта, который рассчитывает о том, как эти нагрузки минимизировать, о том, как составить конструкцию максимально продуктивно, но при этом с использованием минимального количества материалов. Это называется генеративный дизайн. Это, ну, мы на, как бы, есть параметрический дизайн и есть генеративный дизайн. Вот то, что мы сейчас делали, это параметрический дизайн. Ну, а следующий этап, это когда, естественно, мы сделаем генеративную модель, и оно вот как раз то, о чем вы говорите, да. Спасибо. Так, а был ли вопрос? Что еще? А, вот, давайте. Привет, спасибо большое за доклад. Мне интересно про, вы сказали, про этический дизайн. Да. Потому что, как мы знаем, в каждой из четырех этих революций есть очень большие вопросы к этому. То есть еще в первое время, когда у нас в России, особенно, наверное, это очень острый вопрос, потому что помещики, когда привозили первые станки, добывали кровью и потом, а крестьяне ночью насыпали туда ржавых гаек, и все горело к чертям собачьим. Да, а сейчас мы там пытаемся ввести биохакинг и все такое, а в России все говорят, что это печать дьявола нам вживляют в руку. Ну, в общем, да, так и есть. Да, насколько это реально, что появится такая нужда прямо в профессиональной деятельности в плане дизайна этики, как, ну, нужны будут ли специалисты для того, чтобы реально учить людей как-то жить с этим будущим, и как это вообще, по-вашему, надо организовать. А, вы знаете, почему Транси построен через Новосибирск? Почему? Знаете эту историю? Это же вот как раз об этом же. Ну, насколько я знаю историю, если, ну, вы лучше, конечно, знаете, но, насколько я знаю эту историю, извозчики, которые на лошадях ездили, они на это много зарабатывали, они были против строительства железной дороги, потому что они думали, что у них тогда не будет работы. Правильно, да, я объясняю? Вот, поэтому они бастовали там, протестовали, и через Новосибирск был построен Транссиб, хотя изначально его через Томск хотели строить. Это как раз тоже пример. Смотрите, как бы вы вот, вы в принципе сказали много всего, но тут есть очень много разных, вот, как сказать, разных подтекстов. Первое. Дизайнеры этики — это не то же самое, что человек, который учит людей жить с этим будущим. Формально то, чем я сейчас занимаюсь, это именно это. Я учу вас, как вам будет жить в этом будущем. Единственное, что я вам не сказал, что помимо всех этих промышленных революций, мы все меньше с вами работаем. Уже понятно, что мы сегодня с вами в 21 веке не работаем 8 часов. Мы делаем вид, что мы работаем 8 часов, но у нас, в общем-то, рабочий день, он, ну, не знаю, хорошо, если вот я, честно, больше 4 часов в день прям вот продуктивно, без… Я, блин, не могу, ну, как бы, да, работать, как бы, ну, кто сколько может, да? Это значит, что мы все меньше и меньше работаем, и у нас все больше и больше свободного времени, и у нас уже возникает так называемый бизнес по обслуживанию… Вот, это первое, да, бизнес по обслуживанию в свободном времени. Если мы в глобальной перспективе с вами посмотрим, то вообще-то непонятно, чем будут люди заниматься, и как бы как они это свободное время будут занимать, когда им не нужно будет работать, а такое тоже довольно вероятно. Это первое. Второе. Просто представьте себе сейчас немножко в голове, подумайте о том, что за информационные скандалы сейчас происходят. Вот, например, с Фейсбуком вы все уже очень много раз, я уверен, слышали о том, что что-то куда-то как-то утекли какие-то данные. Друзья, вы не знаете, что с вашими данными используется, да? Это как раз вот эти маленькие такие звоночки о том, что что-то такое начинает происходить. Я вам могу рассказать больше. Вы не думали, почему у вас notification в Фейсбуке или в Инстаграме или где-то красненькие? Вот эти вот, типа, количество лайков, там кто-то воздавал в друзья. Все очень просто. Они были синенькими, но они заметили, что никто на них не кликает, поэтому они подумали, а как он нам сделает, чтобы они на них кликали и стали нас отвлекать. Или вы все знаете, что у вас там в Инстаграме или в Gmail у меня, ну где угодно, есть такая штука, что чтобы вам обновить ленту, вы тянете вниз, как бы вот эту ленту, она у вас так вот и назад возвращается. Это называется pull to refresh. А вы должны же знать, что это не нужно абсолютно. С точки зрения технологии это все может обновляться само. Что происходит? Они манипулируют нами, потому что у нас в этот момент вырабатывается дофамин. Мы получаем удовольствие от этого действия на чисто подсознательном уровне. Это вообще у нас подкорки. Дофамин — это гормон, который отвечает за выработку, за удовольствие. И они нами манипулируют. И довольно как бы успешно это делают. Или почему мы заходим на 30 секунд в Facebook, а потом через полчаса такие, воу, я все еще листаю эту ленту. А потому что Facebook очень хорошо знает, что вам нужно показывать. И в тот момент, когда вы собираетесь закрыть его, он начинает вам показывать что-нибудь интересненькое. И это все вот эти примеры, с которыми мы с вами уже сейчас столкнулись. Я уж не говорю о том, что они как бы меняют вообще ту информацию, которую вам показывать, и вы уже не решаете, что вам показать, а они за вас это решают. И я думаю, что возникнет огромное количество проблем. Из-за этого они уже начинают возникать. И работа дизайнера этики будет не в том, чтобы кого-то учить. Или, слушайте, они же все это отлично знают. Это, по сути, будет, скорее всего, новый законодательный уровень. Это нужно будет разрабатывать решение. Дизайн — это про решение. Это про то, как решить задачу. Вот будет задача, вот они манипулируют нами. Давайте придумаем, как сделать так, чтобы они не манипулировали. Или они там что-то делают с нашими данными. Я думаю, что это будет в довольно жесткой манере, все в довольно жесткой форме, но как бы без этого нам будет очень грустно. Ну, как-то вот так. Ответил? Окей, отлично. Ну что, еще? Вот. А вы-то почему? Почему я это видел, а вы почему это увидели? Добрый день. Классное выступление. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в мире набирает популярность механизированные фабрики, где роботы-манипуляторы. Вы отправляете на заказ 3D-модель, да, и вам присылают в ответ. А как сейчас рынок в России обстоит в этом отношении? То есть он развивается активно, неактивно? Много ли туда вкладывается денег? Как стартапы поддерживаются в этой области? Именно в области аддитивного производства с механизированными заводами, фабриками мобильными? Ну, я бы, конечно, хотел похвастаться тем, что вы знаете, что я в контексте, я слежу за всей этой сферой, но я на самом деле вообще за этим всем не слежу, потому что психологи доказали, что в зависимости от того, что ты потребляешь, ты потом так же начинаешь и думать, я имею в виду информация. Поэтому я стараюсь себя ограничивать скорее, чем. Но, во-первых, в России у нас не производственная экономика, у нас экономика посредничества. У нас все посредники. У нас поэтому такие большие проблемы с производством, потому что, когда вы приходите к посреднику и говорите, да вот я придумал, сейчас произведу, у него нет такого опыта, он не знает, что значит произвести. У него в мозгу есть только такая, что он взял в Китай и перепродает это сейчас. Это первое, это очень важно. Это как бы не имеет значения, нефть, не нефть. У нас вот все остальное, возможно, за счет того, что мы можем себе позволить столько импорта, возможно, из-за этого. Это первое. Второе. Из-за того, что у нас как такового нету производства, а сейчас мы еще с вами, вот Китай, мы сейчас с вами пронаблюдали по сути аутсорсинг всего мирового производства куда-то туда вообще, да, вот, то, естественно, у нас мало примеров. Но я знаю точно совершенно, в Москве есть такая компания, Bajie она называется, они занимаются вот чем. Они вам продают промышленно, не продают, а сдают в аренду вам промышленную ячейку из робота-манипулятора. Вам нужно делать какие-то там промышленные манипуляторы, простите, вам нужно делать какие-то операции, возможно, по сварке, сборке, там, не знаю еще, что у них есть какой-то набор операций. У них есть компьютерное видение. То есть вы загружаете вот то же самое, что у нас, но в другой немножко как бы плоскости и более серьезно. Вот. Вы загружаете туда 3D-модель, оно автоматом разрабатывает операционный, как бы, производственный процесс и потом дальше его реализует, и все. И вы платите не за манипулятор сам, вы платите за количество операций, которые он реализовал. Вот как бы пример, да, ребята в России делают. Но еще нужно помнить о том, что вот здесь сидит сейчас Иван Колбуков, который сделал Hardway Glass, это такая вот проекция на стекло. Человек находится здесь в России, навигатор с проекцией на стекло, навигационной информации. Человек сидит здесь в России, но делает это все туда, за пределы нашей страны. Поэтому, возможно, есть такие классные ребята, которые не, ну, как бы сидят в России, а делают это все вот куда-то туда, и там это что-то такое развивается. Но, опять-таки, охватить-то все невозможно. То есть вот предел чего-то такого, что-то я такое знаю, но в целом, ну, возможно, да, что-то кто-то разрабатывает, там все эти роборуки, куки, там все это используется, как-то неизвестно. Вот, но что-то такое они пытаются, видимо, делать. Сделайте исследование рынка, и вы поймете. И как бы вы у меня сейчас спрашиваете, вот, по сути, ну, я не знаю этот рынок, мне он непонятен. Возможно, свободно. Поймите, что все, что касается автоматизации вообще, это не вот так вот. А начнем-ка мы делать это все автоматически. Нет, люди считают деньги. У нас есть с вами, если говорить, например, про того, кто потеряет работу. У нас есть с вами очень низкооплачиваемая работа, очень высокооплачиваемая работа, и есть средний класс. Вот средний класс экономически выгодно заменять машинами. Да, и, в общем-то, именно такой процесс сейчас потихоньку происходит. С роботами то же самое. Есть процессы, которые выгодно заменять роботом, есть процессы, которые невыгодно заменять роботом. И это надо как бы смотреть. Причем вот в нашем случае, вот мы делаем инсталляции, по идее у нас должна упасть себестоимость, но нет, у нас нет спроса, поэтому мы не можем упустить себестоимость. Получается так же дорого, как и в обычном случае. Ну, слушайте, это в принципе, говоря правдиво, это бессмыслица какая-то. То есть должен быть какая-то экономическая выгода, в этом всем должна быть. Поэтому тут надо смотреть все в целом. И на этой замечательной ноте мы вынуждены заканчивать. Отлично, да, да, конечно, конечно. Там цитата Ильи Сигаловича о том, что прогресс неостановим. Спасибо большое, Илья.